Магистральный трубопровод, по которому идет тепло и горячее водоснабжение многоквартирных домов в микрорайоне Заречный, был проложен еще во времена Советского Союза. Капремонта не было ни разу, теплотрассу лишь латали. Из-за многочисленных порывов стальные трубы изъедены коррозией. Теплотрасса не отвечает требованиям ни по техническому состоянию, ни по числу абонентов, которых за 35 лет стало в разы больше. Ну и главное, батареи в близлежащих домах не греют. Но на сегодняшний день часть сетей с большим процентом утечки уже заменена. Перед тем, как выйти на данный объект, был проведен анализ по качеству и объему теплоносителя, который подается жителям непосредственно дома номер 7 по улице Гагарина, а также улицы Чайковского 2, 4, 6, 8, 10. Диаметр, который тут были, это была 150-я труба. Переложена теперь часть теплотрассы диаметром 200, порядка 160 метров. И порядка 100 метров у нас еще в перспективе переложить до первой декады сентября. Батареи у нас будут горячие. Условия работы у теплоэнергетиков не из легких. Теплотрасса проходит через зеленую зону. Судьба деревьев волнует местных жителей не меньше, чем горячие батареи. Но специалисты работают так, чтобы не пострадало ни одно дерево. За этим следят общественные помощники главы города по вопросам ЖКХ, которые в целом контролируют подготовку к отопительному сезону. Что касается утечек в сетях. Самый хороший показатель утечек – это количество воды, которую они покупают в водоканале для своих теплосетей. И если чем больше предприятие, то же самое Сочи Плэнерго, покупает воды у водоканала, это значит больше утечек. Вот это самый яркий показатель, который всегда можно проверить. Запросить данные и проверить. Вот сейчас тенденция к уменьшению покупок воды для теплоносителя. Ну, цифры, ну не скажу, что там сумасшедшие, но тем не менее, они снижаются. Меньше потери – ниже тарифы. Шаги к уменьшению теплопотерь в городе ведутся не только на теплотрассах, ведущих к жилым домам, но и за счет реконструкции котельных. Уменьшается себестоимость затрат. Как следствие, отопление и горячая вода немного дешевеют. Перемены в квитанциях горожане должны были заметить еще в 2016-м, отмечают Теплэнерго. Тогда стоимость отопления снизилась на 20% за счет новых нормативов. В 2017-м был установлен норматив на подогрев горячей воды. И в домах, где есть общедомовые счетчики, люди стали платить меньше. Следующим этапом снижения стоимости услуг стал январь 2019 года. Как мы знаем, у нас в этом году с 1 января поменялась ставка НДС, была 18, стало 20. Но, несмотря на это, стоимость услуг горячей воды для населения предприятием была снижена на 8,8%. Таким образом, на сегодняшний день у нас 1 кубический метр воды стал стоить 238 рублей. По сравнению с предыдущим периодом, в размере 260. Капримум теплотрассы на Гагарина-Красноармейской, от которой в том числе зависит снижение стоимости ресурсов, завершится в первой декаде сентября. По плану же к отопительному сезону в городе планируется отремонтировать 15 километров теплосетей. На сегодня заменено 7. К холодам уже готовы 45 котельных из 70. Галина Моисеева, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.